А вот и цветные лаки, которые я получила с этого сайта. Как я вам говорила, очень дорогая доставка, поэтому обычно я делаю большие заказы, набираю себе всего, что мне давно хотелось попробовать. И вот один из цветов я купила специально для гивеуэя. И вот тут все-таки я хочу вам показать ромашку, потому что я его нанесла сам по себе, вот здесь. Потом я его нанесла поверх светло-серого лака и поверх такого вот мягко-золотисто-бежевого. Я вам хочу показать, насколько он универсален, несмотря на совершенно безумное свое сияние. Мне кажется, что этот золотистый цвет очень хорош и для каких-то особенных событий, потому что он практически даже голографик в чем-то. Но он и хорош для какого-то акцентирования более спокойных цветов лаков, как холодных оттенков, так и теплых. И еще два лака от Color Club. Это вот такой платиновый цвет. Очень мне хотелось найти достойный белый цвет, но который не был бы вот таким, как замазка белым. Называется это Pretty in Platinum. Вот он, Pretty in Platinum. И если вы посмотрите, это такой off-white. То есть он серовато-перламутрово-белый. Очень элегантно смотрится на ногтях. Давайте я делаю swatch. А пока я его еще не досила достаточно, чтобы сделать полноценный ревью. Но он действительно очень благородно смотрится на ногтях. Очень достойная вещь. Буду надеяться, что формула не подкачает. Хотя, надо сказать, что у Color Club есть такая манера, что они полосят. Они достаточно густые, но при этом не самовыравнивающиеся на ногте. И вот еще один цвет, который называется Wild Orchid. И на фотографиях в интернете он выглядел даже таким, как немножко дуо-кром. То есть он переливался слегка фиолетовый. На самом же деле, в реальности, это холодный, даже голубоватый серый с серебристым отливом. Надеюсь, вам видно. Еще раз вам покажу название. Wild Orchid. И вот swatch. Второй. Очень, опять же, красивый, дымчатый цвет. Но не могу сказать, что формула меня очень порадовала. Скорее всего, Lucky Color Club все же я бы назвала сильно уступающими по качеству. Лакомо P.I. И даже China Glaze. Далее купила я вот такую малютку. Это цвет Goth от Orly. Потому что у меня есть OPI Metallic for Life. И тот цвет, он такой, с более крупными серебристыми блестками. И я не хотела покупать большую баночку, большую бутылочку вот такого лака, потому что у меня есть уже похожий. Я взяла его чисто на пробу. Что хочу сказать, замечательное покрытие у лака, но блесточек могло бы быть и побольше. На мой взгляд, они несколько случайным образом наносятся и выглядят как-то даже странно на ногти. Вот как будто, знаете, чего-то не хватает. Вроде бы они и есть, а вроде бы как-то их и недостаточно. Но формула мне очень нравится. И вот такая вот малютка, я думаю, меня пару раз все-таки порадует. Опять же, поскольку у меня появилось много топовых покрытий и много лаков с блестками, каких-то полупрозрачных лаков, я хотела купить хорошую белую базу, которую, я надеюсь, мне будет выполнять эту функцию, вот этот лак от Coral Club. Посмотрим. И хотела купить хорошую черную базу. И тут уже я поняла, что правды мне не найти. Есть хорошая черная база у API, есть она у China Glaze, есть она у Orly. И уж понять между ними, какой из них лучше, было практически невозможно. По крайней мере, с той информацией, которую я пыталась найти онлайн. Поэтому я просто пошла за любимым брендом. И это у меня Orly. Называется Liquid Vinyl. Частично выбрала я именно этот черный цвет по сравнению со всеми другими вариациями. Потому что в отзывах онлайн говорилось, что у него замечательный такой вот glossy, очень зеркальный отблеск, когда он высыхает. У него вот именно финиш, такое завершающее покрытие, как у патентованной лакированной кожи. И это мне, конечно, очень импонировало, такое описание. Поэтому я решила его купить. Я его один раз уже наносила. Мне он очень понравился. Хочу сказать, что он не закрашивает полностью ноготь с первого раза. Но два покрытия это абсолютно достаточно. Ну, это, в принципе, вот такой обычный черный цвет. Также я купила цвет, который вошел в список лучших цветов наилблогера All Lacquered Up за 2011 год. И это Orly Fall Play. Она его выбрала как лучший фиолетовый цвет года. И посмотрите, какие там интересные маленькие флексы. То есть такие отражающие и тестические. Это не совсем глиттер, это не совсем блестки. А они именно такие вот полупрозрачные, отливающие и синим, и красным, и чем только не отливающие. Очень понравился этот лак. Но его нельзя носить отдельно. Его обязательно нужно накладывать на какую-нибудь базу. Черную ли, розовую, фиолетовую или синюю. Но база к нему нужна, он очень прозрачный. Но отлив у него, конечно, просто волшебный. Обалденный лак. Очень мне нравится. Еще раз, это Orly Fall Play. Давайте я сюда вставлю. Забыла одну случайную покупку показать. Это тоже лак от Orly. Купила я его меньше, чем за 3 доллара в магазине Salis. Оказывается, у них бывают такие небольшие коробочки, где на клиренсе, на распродаже можно очень-очень дешево купить лаки. Как-то я туда раньше не заглядывала. Этот цвет называется Buried Alive. И если сравнить его с тем Милане, которую я купила, то Buried Alive намного желтее, намного более ядовитее. И этим он мне на самом деле и понравился. Давайте я вам сделаю сводч. Тоже достаточно прозрачный лак. И я думаю, что здесь, наверное, для получения нужной интенсивности нужно где-то 3 слоя. Ну, может быть, 2 тоже будет нормально. Но мне кажется, все-таки 3 необходимы слоя для придания ему нужного эффекта. Как вы видите, он такой желто-зелено-коричневый. Очень интересный цвет. Купила я еще один для Giveaway, но это уже позже. А теперь, не растекая с мыслью подреву, все будет China Glaze. Очень и очень я люблю лаки China Glaze. Они в моем сердце начали вытеснять лаки Орли, потому что у них несколько богачий выбор и иногда даже более плотная формула. То есть есть такие лаки China Glaze, которые закрашивают буквально с первого покрытия. Не все, но есть. Мне очень повезло на этот раз. За исключением, может быть, одного лака, все лаки мне безумно нравятся. Не могла я не поддаться соблазну и не попробовать коллекцию Safari. Вообще, мне кажется, Safari это одна из самых самых-самых удачных и интересных коллекций China Glaze за последние годы. И купила я из нее прежде всего вот такой цвет. Называется Jungle Queen. И это такой... Не в обид будет сказано этому лаку цвет снега с несколько таким фиолетовым отливом. Многие говорят, что это копия Chanel Perido. Нет, не Perido. Парадоксаль. Chanel Paradoxal. Честно говоря, то, что я видела из проб онлайн, Парадоксаль, на мой взгляд, намного больше в нем шиммера фиолетового, чем в этом. Но это легко исправить топовым покрытием, если воспользоваться этим лаком. И сверху какое-нибудь что-то вроде этого, но более фиолетовое топовое покрытие нанести. Вот так он наносится. Два слоя достаточно, чтобы он был полностью непрозрачный. Я уже один раз носила этот лак на своих ногтях. И могу сказать, что очень-очень достойный лак, очень хорошее качество. Но вот этот отцвет фиолетовый совершенно не виден. Поэтому для меня он только база для того, чтобы нанести сверху либо блестки, либо какое-то топовое покрытие. Поэтому немножечко-немножечко все-таки в этом цвете я разочарована. Еще один цвет. Но эти два это просто must-have были из той коллекции для меня. Вот они. Настолько необычные цвета, что я просто не могла их пропустить. Этот называется Desert Sun. И это вот такой какой-то темный, какой-то глазированный, даже не знаю, как сказать, оранжевый цвет. Очень необычный цвет. И я несколько даже его боялась. Я не была уверена, что я смогу им пользоваться. Но настолько он был каким-то необычным, что я не могла. Это какой-то вот крем-брюле. Даже не знаю, как описать. Вот такой цвет волшебного качества. Я его носила уже как акцент, но не сам по себе. В зависимости от толщины покрытия, может закрасить полностью ноготь и за одно применение, но я обычно наношу все-таки два. И второй, еще более необычный, это такой какой-то зеленовато-бежево-желтый цвет, который мне очень-очень понравился. Он называется Calahari Kiss. Такой пустынный желтый песочный цвет. И я, честно говоря, не очень люблю яркие желтые цвета. На мой взгляд, они выглядят несколько дешево. Но это абсолютно индивидуальное ощущение. Я люблю больше какие-то сложные вариации на желтом цвете. И вот это одна из них. Сложный цвет. Не уверена, что так легко его будет носить, но отказаться от этого я просто не могла. Такого, ничего подобного я не видела нигде. Еще один цвет, который, по-моему, не помню из какой же он был коллекции. Не могу. Может быть Sail Away, может быть нет. Точно не помню. Но это красивый серый оттенок, который называется Pelican Gray. Очень зарекомендовавший себя хорошо серый цвет. Давайте я вам покажу сводч. И он как раз такой светлый, нейтральный серый. Не могу сказать, что он сильно голубоват. Также не могу сказать, что он очень теплый. Как раз замечательный нейтральный цвет. Очень-очень мне он не нравится. Опять же, он является прекрасной базой для других топовых покрытий, блесток и сочетания с другими лаками. Очень мне понравился. Еще одна вариация. А, давайте я вам сравню его с лаками Color Club, чтобы вы увидели, что он как раз между он и не сильно белый, и не сильно темный. Как раз вот что-то такая серединка наполовинку. Еще один желто-бежевый, на который я соблазнилась, называется Classic Camel. И, честно говоря, я не думала, что он мне очень уж так сильно понравится. Я больше ожидала с восторгом Calahari Kiss, но когда я его нанесла на ногти, я просто влюбилась. Настолько интереснейший цвет. Это что-то... Сейчас я вам покажу сводч. Как раз рядом с Calahari Kiss. Он просто невероятно элегантный. В нем какой-то есть такой городской шик, я бы сказала. Трудно мне это даже передать. Удивлена, что он не является частью коллекции Safari, потому что он в нее бы идеально вписался. В нем есть такой легкий золотистый шиммер, но он не слишком навязчивый. Он такой совсем-совсем легкий. Если вы здесь можете заметить. И мы неумолимо приближаемся к концу. Купила я себе два голубых лака, потому что, честно говоря, почему-то никак не могла понять, чем они отличаются. По сводчам онлайн купила оба. Один из них Bahamian Escape. Это светло-голубой лак. Честно говоря, я больше хотела его носить именно летом. Но, в принципе, для педикюра я очень часто ношу яркий лаки круглый год. На руках это уже, конечно, больше зависит от настроения. Вот такой красивейший, плотный, светло-голубой цвет. Он очень мне нравится. Он не слишком белый, он не слишком темный. Он замечательный, теплый голубой цвет. Такой цвет неба. И второй, ярко-синий, это Sky High Top. Влюбилась совершенно в этот синий цвет. Обалденный совершенно цвет. В нем как будто бы есть некий шиммер, но его совсем не видно на пальчиках. Интенсивный, глубокий голубой. Очень он мне нравится. Просто в восторге. Вот так он выглядит. Еще раз напомню, это Sky High Top. Вот такой цвет. Но и остался последний, который в каком-то смысле начал всю эту заваруху с большим заказом на transdesign.com или nailsupplies.us. И этот цвет Holiday. Как вот с тех пор я показала вам этот коллаж зеленый с золотисто-белым, так и не могу я отделаться от этого интенсивного зеленого цвета. Все искала, искала я правильный оттенок, потому что кофта, которую я купила, она все-таки больше такого цвета изумрудного. Мне хотелось именно интенсивный, глубокий зеленый цвет. И я потратила, наверное, две недели всему интернету каких-то свочей, каких-то проб, каких-то ревью, и я его нашла. Я ничуть об этом не жалею. У меня был окончательный выбор между OPI Jade is New Black и вот этим Holiday China Glaze. И выбрала я Holiday и не ошиблась. Все-таки New Jade is New Black от OPI, он более такой вот голубовато-зеленый. А мне хотелось именно глубокий, травянистый зеленый. Это невероятно красивый цвет. И качество этого лака, оно на все 100%. Я думаю, что даже одно покрытие может быть достаточно. Но я обычно, как я уже говорила, все равно наношу два. Обалденнейший, красивейший цвет. Если я правильно помню, он был частью коллекции в прошлом году для Рождества. Потому что цвета Рождества здесь это красный, золотистый и зеленый. Но, на мой взгляд, это идеальный цвет на осень. Как и, в принципе, вот эти оттенки. Как вот этот вот фиолетовый или вот этот от Orly. Как эти оттенки синие и шоколадные от Milani. Как этот красивейший, такой темно-таракотово-оранжевый от Essie. В общем, все, что нужно для счастья, у меня есть теперь. И осталось только всем этим пользоваться. Изо всех сил. Спасибо вам большое за внимание. Надеюсь, не очень удавила вас этим длинным видео. Если у вас есть вопросы или пожелания, лики-то комментарии, оставляйте их внизу. И всем хорошего дня. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok